В Чебоксарском районе линии электропередач после чрезвычайных происшествий полностью восстановлено. Электричество поступило во все жилые дома, которые пострадали от непогоды. Также последствия аварии полностью устранены в Аликовском, Ядренском и Красноармейском районах. Восстановление электроснабжения в населенных пунктах республики уже на протяжении недели остается главной задачей правительства, глав муниципалитетов. В течение суток мы обеспечили источниками электроснабжения 108 населенных пунктов, это 8760 домов и практически 18 746 человек. Сегодня на видеоконференции Михаил Игнатьев подчеркнул, что все службы, ведомства, рабочие ремонтных бригад, добровольцы, жители пострадавших районов работают во взаимодействии. В ликвидации последствий непогоды задействованы 44 бригады, 76 единиц техники, в том числе 15 автовышек, около 300 человек, 21 дизель-генератор. Остались у нас три района, Марпасадский, Маргаушки и Цивильский районы. И от этого количество пострадавших, вот 7269, основное количество этих аварий и потребителей, жителей, которые не имеют электрической энергии, остаются, конечно, в Маргаушском районе. Это почти 98%, почти 99%, точнее 98,7%. Поэтому необходимо все свободные силы и средства переключить именно на этот муниципалитет. Не менее серьезная ситуация в Цивильске. Там около тысячи жителей, 22 многоквартирных домов остаются без тепла. И хотя с чрезвычайной ситуацией это не связано, факт сам по себе беспрецедентный. На улице Морозы. Мы в этом году затеяли очень крупную работу по переводу на энданное отопление. На сегодняшний день 22 дома осталось. Вчера мы дали 10 квартир, плюс 162 квартиры. А сейчас постепенно будем окончательно давать отопление. Все монтажные работы почти уже закончились. Мы переводим, в этом году перевели 26 домов, будем переводить. На сегодняшний день 4 дома сданы, 536 квартир, пока осталось 1039 жителей. Перед собой спасали до 1 ноября, чтобы все дома были тепли. Главу республики такой подход не устраивает. Тепло должно быть подано к завтрашнему дню. Погода в ближайшее время, по данным синоптиков, будет аномально холодная. Ночью может достигать минус 18. Местные власти должны отслеживать ситуацию и днем, и ночью. По данным республиканского Минстроя, в связи с такими прогнозами, даже там, где восстановительные работы уже завершены, возможны новые обрывы линии передач. Все службы должны быть готовы к ликвидации любой аварии. Режим чрезвычайной ситуации в республике продолжается. И как сообщил нам председатель Госкомитета по делам ГОИЧС Вениамин Петров, по состоянию на 16 часов 23 октября, неподключенными остаются 29 населенных пунктов в Маргаушском районе и один в Маринско-Пасадском. Общей сложности электричества нет у 4751 человека. В 95% населенных пунктов жизнь нормализовалась.